Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Антипенко. Моя авторская программа «Театр поэтов» у вас в телевизорах. И сегодня в гости на ваше общественное телевидение пришел, приехал из Белгорода поэт Андрей Солодов Ноябрь. Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте! Давайте стихотворение, а потом будем беседовать. Да, стихотворение первое, которое я начинаю сейчас со своего выступления, точнее, все время начинаю свое выступление, оно об одной из моих фобий. И у меня есть одна фобия, фобия потерянного времени. Я ничего не могу с ней поделать, все время думаю о том, что я мог бы что-то сделать, а время какое-то уходит. Хотя вроде бы что-то и делаю. И поэтому стихотворение первое называется «Время». Я был уверен, что время ждет. И им повелеваю с императорского ложа. Открыл-закрыл на кухне кран, что льет, забыл. Вода ведь время тоже. Все подождет, все недвижимо рядом. Я верил хулиганам, Бог дает отсрочку времени за даром. За даром тихо за ладонь ведет. Я шел торжественно, отталкивая руки, не замечая все ожоги острых глаз, а с кожей, как у слона толстенной и упругой. Нет выражения «мы», употребление «нас». Вокруг себя остановился капли у дождя. Не думая, как у других проходит ливень, есть спичка, что свечам дает огня. Есть свечи, для которых свет бессилен. Забвение наш пленительный порог. Свет кухня тьма, его я угощаю, чаем читаем. Живем мы жадно между строк, но понимать их почему-то забываем. — Спасибо. Дорогие телезрители, вот наш гость Андрей Солодов-Ноябрь приехал из Белгорода. Но пока он ехал, он еще выступал по разным городам, по Украине. Тур был у тебя, да? Имеется в виду уже соседнее государство. У вас там рядом город Харьков, да? — Да, 80 километров. — И поскольку у Андрея сейчас все выступления происходят в основном в кафе, где сидят с кружками пива, бухтят, то нужно все время кричать. И Андрей еще и в КВН ты участвовал. — Очень долго. — Да, сейчас расскажешь. Я просто к чему это веду. К тому, что я тебя просил, я говорю, до эфира, помнишь, читай тише. Смотри, вот стих прозвучит. Можно буквально чуть-чуть? — Да, конечно. — Вот «Время». Я был уверен, что время ждет, И им повелеваю с императорского ложа. Закрыл, открыл на кухне кран, что льет. Забыл, вода ведь время тоже. Все подождет, все недвижимо рядом. Я верил, хулиганам Бог дает. От срочку времени задаром, задаром тихо за ладонью ведет. Я шел торжественно, отталкивая руки, Не замечая все ожоги острых глаз. И так все, да? — Ну, там все, да. — Так вот, понимаешь, в чем дело? Просто попробуй. У нас сегодня передача будет маленький ликбез. Будем тебя учить. Обычно я учу людей кричать на акциях, А мы тебя будем учить читать, ну, так вот, интонационно, спокойно. — Да, но все-таки я люблю, когда стих такой на надрыве. — Ну, да, я понимаю. Но в результате люди ощущают, видят, слышат тембр твой, видят твою эмоцию, да? А то, о чем стих... Я с этим столкнулся, когда ты мне видео прислал. Вот когда мы договаривались об эфире. Стихи там еле-еле успеваешь понять, о чем стих. Слышишь только... Вот, ну, ты КВН. Хорошо, все, я умолкаю. Теперь говорит Андрей Солодов, ноябрь. Рассказывай, кто ты, что ты. — Ну, я из города Белгород. Долгое время, давайте, раз уж начали мы про КВН говорить, долгое время занимался КВНом. Наверное, лет 10 играл. Начинал там с университета. Но потом все это было очень серьезно. Мы организовали сборную области. Ездили, играли, даже дошли до первой лиги КВН. Она в Минске проходит. Это уже такое серьезное мероприятие, которое тоже снимается на телевидении, показывается. Вот. И, в принципе, работал вот именно в сфере юмора. Не работал даже, а играл в КВН. Там и предопределило это мою работу, на которой я работаю. В частности, Comedy Club выступаю и так далее. Но КВН это вот была основная такая, очень большой пласт прям в моей жизни. — У Comedy Club есть целая сеть по стране, филиалы, да? — Да, да, они там по франжизе, по-моему. И в очень многих городах, я думаю, сейчас, наверное, практически во всех, ну, по крайней мере, более-менее крупных городах, есть свои филиалы Comedy Club, где все выступают. — У нас Comedy, давай у нас поэзию есть, давай стихи, а потом дальше расскажешь о себе. — Ну, давайте, следующее стихотворение. Вот, мне кажется, что жизнь человека делится на какие-то этапы, вне зависимости от возраста, в которые человек подходит к какой-то пропасти своей, определенной. И там он может повернуть обратно, пойти вдоль пропасти, либо прыгнуть с нее. — Вот все понятно, что говоришь, все. Как только начинаешь читать, сразу становится непонятно, что произносишь. — Хорошо, я буду... — Постарайся как-то более человечнее, что ли, я не знаю. — Да, ну, мне нравится, знаете, вот на надрыве таком читать. — Я понимаю, да, ты автор. — Вот, и, в принципе, стихотворение про это, про прыжок. Иногда его полезно совершить, пусть даже чего-то не добиться, и что-то не получится, но потом, где-то, может быть, в конце каком-то своем, ты будешь осознавать, что ты что-то сделал, и пусть даже не получилось, чем потом ты будешь сидеть и думать, ах, может быть, я прыгнул, а может быть, получилось, а вот я не сделал, а вот я повернул обратно. Ну, и стихотворение называется «Прыжок», посвящено этому. — Укрой меня, честное море, Слезни с ладони земли, Пусть застынет во взоре, Как каштаны цвели. На нем карабкался в детстве, Упал с него только что, На кухнях спели все песни, А ты вспомни еще. Я бился, как рыба в сети, Как свет проникал везде, Вот только брожу по планете, Один и в одной колье. В руках моих орден за дружбу Мне жаль, награжденных нет. Кому я такой нужен, Бесцельный, гордый поэт? В карманах моих тихо, Но так я решил сам, Молил, чтоб во мне ты стихла, А он поселил по стихам. Обнимайте холодные волны, Сметитесь чужого берега, Сделайте пустоту полной, Я сухая ветвь семейного дерева. Вокруг вились людей-своры, Интересна обложка моя, Ну а внутрь плевали хором, Значит, внутри много огня. Мне размен такой неинтересен, Перестал я искать, Почему перетопчем все, Перевесим, Пойдем вспять в земном ручью, И поверю, что светит заблудшим, Что подхватят и втащат наверх, И не быть среди, Если не быть лучшим, И не чувствовать, Не раздевая нерв. Меня укрыли пылью на дальней полке, Те, кто прямую превращает в дугу. Завяжи мне глаза перламутровой лентой, Я шагну в темноту с левой ноги, Чуть замедлю свет И скорость момента, Ну, я прыгаю, Господи, помоги. Спасибо. Дорогие друзья, Вот сразу видно, Профессионал, сцены, Попросили по-другому делать, И делает, и исполняет. Ну да, на выступлениях Я просто часто отказываюсь держать микрофон. Ты будешь в среду выступать В арт-салоне Невский 24, А это делает Театр поэтов послушать, HD поэзию, да? Вот там тоже я бы тебя просил Вот именно в таком стиле действовать. Там не надо кричать на зрителей. Хорошо. Но все-таки иногда моментами Нет, ну это понятно, когда эмоции. Хорошо, значит, ты любишь футбол, Что там еще? Да, я люблю футбол, Я люблю очень путешествовать. Вообще, если бы я не занимался стихами, Я бы, наверное, уже уехал куда-нибудь В кругосветное, честно, путешествие. Федоров такой. Ну, может быть, да. Знаете, даже... Мне интересно путешествие. Даже похож ты на него. Да? Ну, вот стремлюсь, по крайней мере, К нему своей бородой. Я... Мне даже не цель важна в путешествии, А вот мне нравится дорога. Когда ты куда-то едешь, путешествуешь. Я верю, что люди были хаотично. Просто кто-то взял, И людей хаотично бросил на планету Земля, И никто не знает, где его место. И чтобы понять, где это место, Нужно объехать все. В это даже не надо верить. Так и есть. Да. Может быть, приеду в Зимбабву куда-нибудь. Душить людей на Землю. Да. Хаотично падают. А уж какое тело попадут. Вот именно. И неизвестно, где твое место, И может, оно не здесь, А где-то там. Приеду я в Зимбабву, Какое-нибудь племя скажу. Вот, вот здесь мне хорошо. Вот здесь я хочу быть. Вот тут остаться. И либо даже понять то, Что вот это твое место, Нужно уехать только далеко. А, да. Это точно. Я из Петербурга уезжаю, А потом хочу сюда обратиться. Жаль, у меня нет так с Белгородом. Давай стихи. А то мы сейчас проговорим, проговорим, А потом стихи. Ну, знаете, заметили, Что у меня стихи такие более-менее Какие-то грустные, серьезные. Но есть. Редко пишу что-нибудь веселое. Наверное, потому что Организм как-то решил сбалансировать. Это во мне. Но бывает иногда проскальзывает такое. Занимался ШКВ, Там юмор был, да. А здесь мне хочется чего-то серьезного. Потом я тебе попрошу одну шутку нам исполнить. А, да, хорошо. Сейчас стихи. Да. Ну, вот давайте это шуточное, Это стихотворение, в принципе, мне есть. Как хочешь, твоё дело. Более-менее. Оно о таком человеческом свойстве, Которое, возможно, со многими не было. Ну, чего греха отойти со мной тоже. Как похмелье. Ну, что ж. Если можно, конечно, такое. Все нормально, оно прилично. Заявили уже. Вот, да. И о таком, в принципе, немножко шуточное. Голова размером с Юпитер. Организм состоит уже не на 80%. Есть 0,5, есть пинта, есть литр. Алкогольный, один из лучших рыночных сегментов. Ах, как же красиво слоями в желудке Легли водка, коньяк, портвейн и вино. Отметим в календаре, что последующие сутки Никакой суеты, и всё решено. Я просто добавил плавность движениям. Горизонтальность – моя вера на день. Вестибуляр подвергнут сомнениям, Внизу в их горло какая-то хрень. Я память кусочками клею в альбомы. С 10 до 3 не найти следы. Её каждые полчаса доставляют паромы. До встречи, надо просто пойти и попить воды. Ну, это больше такое из области Жить здорово по утрам, вот эта передача. Это совет, что делать. Что-то там особого юмора я не заметил. Давайте серьёзное это самое. Давайте серьёзное. Давай серьёзное? Да, конечно. Есть серьёзное, называется, просто не буду рассказывать о чём оно, называется оно «Музыку громче». Просто прочитаю. Оно такое длинное. Да, конечно, да. Всё закончилось. Или замерло просто. Всё статично, спокойно, додрожи. Мне банально не просто донести уст, да легче указать ухмылкой уставшей рожи. Я смирение застегнул под самый ворот. На все пуговицы оставляя кровь с пальца, я бесконечно стекающий в сточную яму город, втираю в ноги скитальца по большой кастрюле изогнутой ложкой. Нет-нет, да и сковырнёшь немного. Все собаки в прошлой жизни были кошкой. Чтобы ненавидеть, надо побывать в шкуре иного. Всё застыло. Никакой амплитуды, лишь хаотичность, желание попытки. В оправдание бездействия ждут простуды. А я в слова твои вплетаю нитки. Потяну за них, и посыпятся буквы, а я сожмусь в ожидании дурного, хуже того, как обрывают всё губы, когда ответа нет никакого. Моя надежда неизлечимо больна. На время сильнодействующее плечо. Сегодня к ней заходил лука. Завтра старик обещал ещё. Как же приторно тихо вокруг. Как будто строки оборвал свинец, и которые вместе чертили круг, развернулся в прямую имеющую конец. Мы запутались в пленопатии. Всё разжёвано, да в рот не положено. Одеваем красивые серьёзные мантии, разжимаемые руки и прожито. Ты ведь слышишь? Стучу же в дверь, посиневшими от попыток костяшками. Я, как обезвоженный цирковой зверь, рваные руки цепляюсь тяжками. Безмятежность, спокойствие, чушь! Ты, манящее пламя, смотри! Это просто сильная водостойкая тушь. Ты так и не научилась держивать их внутри. Знай же, хочу разорвать плен, но в этой тягучей жиже всё боком мне. Есть люди, которые выбирают один день тысячи дней в коконе. Ты же слышишь? Стучу же в дверь, так что кожа становится тоньше. Я стучу в цитадель потерь, а ты просто делаешь музыку громче. Спасибо, Андрей Солодов, ноябрь. Андрюша, а вот знаешь, вот смотри, вот по поводу юмора. У меня вот есть короткое. Вот этот юмор. Я сегодня самолёт, мне сегодня не везёт. Сочинить хотел о Боге женских тел клубок в итоге. Я помучался ещё и увидел нос с прыщом. Боже, дай поэту силы сочинить Катрен красивый. Тоже плохо прочитал. Я обычно, знаешь, как читаю? Я сегодня самолёт, мне сегодня не везёт. Сочинить хотела Боге женских тел клубок в итоге. И увидел нос с прыщом. Всё. Так, мы обещали шутку. Да, ну, знаете, перед тем, как сказать шутку, КВНчики все всегда отшучиваются. Часто люди подходят и говорят, ты КВНчик, а ну давай пошути. Но это одно и то, что подойти к человеку, который работает на заводе, вытачивать детали. Ты вытачиваешь детали, давай вытащи сейчас. Есть байка о Высоцком. Это такая, что его попросили, а он так ответил. Да, поэтому это очень сложно. Вот шутка должна быть в контексте. Он к генералу ответил. Он говорит, слушай, иди постреляй, а то ты спой. Он говорит, иди постреляй. Вот о чём я говорю, что всё должно быть в контексте. Ну да, ну, чуть-чуть. Ну да, ну давайте вот такую. Мария Филипповна из Пензы доказала на отдыхе в Турции, что шведский стол всё-таки заканчивается. Понятно. Это даже... Я бы тоже это доказал. Да, вы знаете, я там не был, но боюсь, что тоже бы доказал. Как жалко, что у нас мало шведских столов в Петербурге. И жалко, что мало Марии Филипповны. Да, да, да. Ну, антипинку зато есть. Давай ещё что там у тебя. Вот, следующее стихотворение. Знаете, бывает такое у меня чувство. Я всегда хотел петь, уметь петь, но, к сожалению, природа не наделила меня этим талантом. Ещё очень хотел играть, играть на гитаре. Ну, на гитаре более-менее научился играть, но всё равно не очень так. Но бывают моменты какие-то, то ли планеты может в море отстали, то ли ещё что-то, благодаря какому-то настроению. Когда берёшь гитару, садишься, начинаешь, просто закрываешь глаза, начинаешь петь, и тебе кажется, что ты поёшь просто великолепно. Хотя ты понимаешь, что это выглядит со стороны немного, наверное, ужасно. Люди собираются вокруг тебя, наверное, просто, чтобы поржать, а тебе кажется, что ты поёшь очень-очень хорошо. Ну, когда под градусом, то и люди вокруг воспринимают. Да, ну, возможно, это я же говорю, благодаря хорошему настроению. Я это закамуфлировал так. Всё чё, так и есть. Вот, и, в принципе, стихотворение посвящено этому называется «Песня». Вот, когда беру гитару и кажется, что пою очень хорошо. Так интересно рассказывают. Может, не надо стихи читать, просто рассказывай о стихах. Да я вообще люблю поговорить. Да, давай. Очень люблю. Андрей Солодов, Ноябрь. Да. Я стачивал свои пальцы об струны. Ах, как же сегодня пелось, ребята! Лилось и репело внутри. Я верил, я чувствовал чисто свято, Что голос идёт не во рту, а в груди. Ах, как же сегодня пелось, ребята! Пусть алкоголь был музой идеи. Я просто закрыл глаза, И даже мой враг заклятый Притих и прислушался к песне моей. Я пел о тебе. И пел я о маме, Сквозь зубы процеживал то, Что болит. Как трудно, когда ты в шипящей Чёрной стае, Один белошёрстный, И один, кто не спит. Ах, как же сегодня пелось, ребята! Как будто бы утру не быть никогда. И даже если в ушах комом белым Забитая вата, Слова поглотили ваши глаза. Я голосом в золоте не обладаю, Но рву своей вены, Рвётся струна. Но ничего, Я на пяти доиграю. Слова как вода, Им не помеха стена. В ту ночь уходили только кликуши. Все остальные слились тишиной. Так легче. Закрыты глаза, Открыты все уши. Сожжём же себя, Пусть ближе покой. Ах, как же сегодня пелось, ребята! Как будто бы смерти нет никогда. Она заходила, прислушалась, Да и села рядом. И заорала, не щадя голоса. Как будто бы кухня одна во вселенной, А за стенами танцует тромбами равнодушие. Мы вдохнём глубоко непременно. Мы привыкли нырять прям до удушья. Ах, как же сегодня пелось, ребята! Как будто боялся и ногами достал я одна. Скормлённая отчаянием, воспитанной матом. Осталось пару часов до утра. Ну как же сегодня пелось, ребята! Как будто бы утро не быть никогда. Спасибо! Андрей Солодов, ноябрь. Ваше общественное телевидение. Авторская программа Владимира Антипенко. И у Андрея сегодня вечером в понедельник в Кипятке. Это Кузнечный переулок. 14. Ну в интернете посмотрите, кто сейчас смотрит. Сегодня вечером в 7 часов, да? Да, в 8 часов. И в среду у Андрея в арт-салоне Невский 24, вот уже в Театре поэтов послушайте, в проекте HD Поэзия Андрей делает свои 30 минут выступления. Ты ещё сказал, что там что-то придумал такое хитрое, да? Да, могу рассказать. Я вообще на каждом выступлении, я уверен, что абсолютно все пишут. Просто не все это читают для всех. Как сейчас модно говорить, некоторые пишут в стол, да? Ну не сейчас модно вообще. Писать, наверное, все умеют. Да, а пишут, да, именно стихи, поэзию или что-нибудь такое творческое. Вот. И я люблю, мало того, что читать стихи, я люблю и послушать зал. Вообще люблю, как видите, поговорить с залом очень сильно. Но люблю и послушать зал именно с поэзией. Я перед каждым выступлением своим раздаю листик, даю его в зал, и каждый пишет по строчке. И, соответственно, передает другому, следующий рифмует, и в конце получается у нас стихотворение, и я его читаю. То есть совместное такое произведение, как бы творческого объединения. В каждом городе, в котором я выступаю, у меня свое такое творческое объединение. А ты потом эти стихи сохраняешь? Я оставляю его в том заведении, где я выступал, и всегда прошу, чтобы они его где-нибудь там оставили, вывесили. А вот опубликовал бы в своем паблике. Да, да, и публикую. Но я публикую часто во встречах. А, бывает, да? Да, ВКонтакте, где... Конечно, конечно, обязательно публикую. И там иногда бывают, ох, очень интересные. Просто это интересно, когда разные люди написали. Стих получается... Я люблю очень рваные такие стихи, которые немножко не по формату. Может, мы заметили, что у меня некоторые строчки немного вырываются. Ритм, размер. Я делаю это специально. Мне нравится, когда стих идет не как прямая линия, а иногда где-то есть всплески, что-то вырвалось. Ну, вот на надрыве мне такое нравится. Ни в коем случае не против стихов, которые правильный размер, там, и все такое. Это тоже хорошо. Но мне нравятся вот такие немножко рваные. Ну, есть версия, что искусство, оно и заключено как раз не в точности, а вот чуть-чуть неправильно, чуть-чуть не так. Но если это выверено автором, да? А не от слабости возникает. Да, да. Некоторые люди пишут, но говорят, да, это вот я так просто... Давай, время идет. Поэта не услышим. А, хорошо. Тогда следующее стихотворение. Я человек по-своему немножко странненький, у меня есть свои странности. И я вот, когда езжу по городам, я ищу такого же человека с такой же странностью, которую я сейчас прочитаю в стихотворении. Оно небольшое, короткое. Пока я еще не нашел такого, к сожалению, человека, а то б, я не знаю, с ним объединился тоже. Даже интересно. Да. Стихотворение называется «Окурки». Ну, все поймете, о какой странности идет речь. Может быть, кто-то меня услышит. Я пропал в прокуренных комнатах, на балконах панельных свечей. Среди крика таял в шепотах и терял тебя в лицах людей. А мне хватило бы сил перевернуть планету, И стал бы летний день снежных, как песочных. С той стороны на этот. Но все равно мир остался бы прежним. Мы докурим и бросим, как лепестки. То ли вера, то ли признаки дурки. Я загадываю желание на огоньки, Когда соком бросают окурки. Ну, вот такая у меня есть странность. Я, не знаю, не могу ничего с собой поделать. Как говорят, звезды падают. Надо загадать желание. Такое романтическое стихотворение. Я так понял, ты девушку ищешь все-таки любимую какую-то. Это вообще отдельная тема. Загадываю. Ну, понятно, что когда окурок летит. Да, летит в темноте. Ну, как будто, да, звезда. И назвал так окурки. Ужасное название. Ну, это правда. Я же так и есть. Да, да. А люблю такие названия, знаете, которые тоже бросаются. Давай еще. Давай еще. Все-таки передача-то о тебе. Про тебя. Ну, давайте сейчас прочитать. Вот. А давайте, раз уж начали короткие. Есть такое стихотворение. Часто поэты пишут, в основном все, на 80% свое творчество. О чем-то глобальном, да. Это либо о любви, либо о какой-то политической ситуации, социальной проблеме. Ну, то есть, касаясь вот так. Художник требует вина. В него стреляет мироздание. И точность слова попадания. Ему, как женщина, нужна. А он не нужен никому. Но мир ему не безразличен. Сегодня пьян, а потому вульгарен. Даже неприличен. Это мое стихотворение. Дальше не буду. Ну, это такое, видишь. И в конце он. Как этот пьяница и вор, лишив себя земного света, рождался на вершинах гор в прекрасном звании поэта. Ну, вот это я хотел прочитать. Да. А я чиню о том, что нас часто человек окружает какие-то мелочи, которые мы не замечаем. Но они всегда есть среди нас. Вот. И я постарался написать о таких мелочах. И вот эта мелочь, которая точно, хотим мы этого или нет, она нас окружает. И более того, она нас даже обнимает. И если люди кричат, что они одиноки, нет, мы не одиноки. Это стихотворение о такой мелочи, как пыль. Просто о пыли, которая пыль всегда нас обнимает. Меня совсем позабыли. Оставили где-то на полках. Похоже на снег, но не взлюбили. Я лишь покрываю осколки. Я с теми, кто брошен. И медленно их обнимаю. Я там, где свет из окна скошен. Меня хладнокровно стирает. Я там, где опускаются руки. И там, где нет больше сил. Вдыхай меня, зевай от скуки. Никто убирать не просил. Я надеюсь, что в будущем я тоже еще напишу немножко стихотворений о каких-то мелочах. То есть, не касаясь чего-то. Ну, понятно, что можно, вернее, не можно, а нужно в искусстве, как бы через какие-то даже простые вещи можно постигать вселенную. Да, да. На самом деле, просто много чего мы не замечаем. Можно о грязи написать. Только о настоящей грязи. Вот это имеется в виду. Ну, да, да. О настоящей грязи. Ну, понял, да. Все равно, знаете... Хороший лесной грязи. А все равно, если ты даже пишешь о чем-то мелком, как, допустим, о грязи, как о вещи. Грязь не тоже хорошая, но есть лечебные грязи. Все равно в любом, мне кажется, стихотворении, любой поэт... О кариесе надо. Да, через... О кариесе. О, отличная идея. Следующая будет о кариесе. И посвящу всем стоматологам. Все равно человек смотрит через эти мелочи на человека, поэт. Все равно через призму мелочей. У нас бесконечная программа, нам таймер не включают. Давай, читай стихи, будем час сидеть сейчас. Да? Так, хоть три. Следующее стихотворение, такое, знаете, немножко взлобное, что ли, чуть-чуть. Я не очень люблю свой день рождения, вообще праздники. И написал его именно в свой день рождения. Нету выхода и нету входа. Замер. Жду я с чем-то встречи. Я на сцене, может быть и кода, Стиснув зубы, задывая свечи. Первый ряд. Им хлеба зрелищ, я же вас на жизнь не приглашал. Им не важно то, во что ты веришь. Важно, чтоб по-настоящему играл. Но я для вас не робкого десятка. Дрожь и страх оставил за кулисью. Я не врал, хоть крупной была взятка. Прям со сцены, глядя в морды лисий. Все билеты проданы, аншлаг. Рыба бьется в сети, интересно. Сцена это свет, а зал же мрак. Буду я гореть, и будет честно. Всяк актер. И пишущий тут каждый. Роли розданы, спектакли ты попросил или доказывал до жажды. Прятался или рвал до хрипоты. И стиснув зубы, задывая свечи. Сегодня тухнут двадцать семь. И слушаю, и говорю заученные речи. На занавес, отбрасывая тень. Дорогие друзья, Андрей Солодов, ноябрь, стихи свои. Вот у тебя о пыре было, а у меня есть о пустоте. Вот, отлично. Только оно такое, у меня есть такие, знаешь, состояние номер один, это номер два. Но оно грустное. В пустоте я живу, пустотой я дышу, пустоту на завтрак ем, опустелся совсем. Ладно, ну мы на этом не будем завершать, конечно, на такой грустной ноте. Вот, что-то я хотел тебя поразить, но, наверное, не совсем поразил. Вот, все остальное, ребята, в интернете смотрите, слушайте. Сегодня был гость Андрей Солодов, ноябрь поэт из Белгорода. И, так сказать, завязайте сразу же сейчас в интернет. И пока, и смотрите, где мы будем выступать в ближайшее время. Ура, пока, все. Спасибо, пока.